Доброе утро, мир! Сегодня очередной новый день. И знаете, куда мы сегодня едем? На край света. Самый конец Лонг-Айленда. Вот он. Ну, не самый-самый. Самый конец это Монток, а мы едем в Исхэмптон. Ехать там 2 часа, 112 миль. Там у нас будет сегодня работа, сборка мебели. Короче говоря, нас остановила полиция. Коп уже подошел. Хрен, ну то, что это второй штраф из-за страховки. Подошел коп, взял мои права, взял страховку на машину у Дениса и сейчас сидит в машине, что-то заполняет. Он нам не объяснил ключ на остановке, просто как подошел к нам, попросил документы и все. Печальненько, что остановил коп, при том, что у меня еще суд намечается на 1 июля. Сейчас я бесплатно буду работать, буду без этого Костяка. С этим Костиком, один минут. Да, я знаю, я хотела платить, но... Это произошло перед пандемией, это было в пандемии. Я знаю, но... сейчас это потому, что пандемия. Нет причин, почему ты не платишь свою инсуранцию. Ты должен платить инсуранцию. Да, я платил, я сказал. Я платил эту, тоже. Тебе платят, нет инсуранции. Ты должен быть в связи с ДМВ. Да, ты должен быть в связи с ДМВ. Да, спасибо. Блин, и что самое печальное, еще один штраф на мое имя. Это штраф на твое имя ничего не сделает. Ну, все. Если в том случае, я тебе не заплачу только. Ну, нам особо не разговорчиво, да, тоже? Просто взял так. Ничего не объяснил, ничего не это. Интересно, как он вообще понял это? Какая на меме пробил? О, ой, ой, ой. Прикиньте, почти 3 часа дороги было у нас. Ну, да, у нас 3 часа дороги было. Еще нас коп остановил, мы потеряли минут 20 где-то. И мы сейчас находимся вот здесь вот, Истхэмптон. До Монтока осталось вообще совсем чуть-чуть, не знаю, минут 15, наверное, до Монтока. Ну, в самом конце Лонгайланды. А вот тут вот дом у меня. В лесу, так классно, на природе, деревья. Что-то я совсем распаясился тут, снимаю, пугаю вас без кепки, своей шевелюры. Вот гараж. Судя по всему, вот это нам придется собирать. Скорее всего, да. Коробки и тут явно мебель. Как же здесь чудесно. Так офигенно. От шумного города вот куда-то в такое вот место уехать и просто расслабиться в тишине и в покое. Вот этим временем мы сейчас... О, обалдеть. Мы с вами в одной из самых-самых дорогих просто эреях. Тут реально жили очень дорогое. И мы с вами сейчас зашли в квартиру. Судя по запаху, она только после ремонта. Эхо. Ничего нету. Нету мебели. Квартира пустая. Блин, классный дом. Просторный. Тут выход во двор. Тут выход во двор. Везде лес, везде деревья. Офигенно. Бассейн даже свой есть. Ништяк. Ладно, ничего открывать не буду все-таки. Я не у себя дома. Надо это помнить. Да уж, это, конечно, не квартира китайца. Тут вот прям... Американская жизнь. Так, короче, что я сейчас понял. Хозяина нету. И человека, который нам придется, скажет, где, что, как, куда, тоже нету. Вот. Но я увидел вот такие вот бумажки. Беста. Centered on wall. То есть, наверное, центрировать по стене. Здесь у нас doxta table. То есть, сюда, наверное, станет стол. И также во всех комнатах. И также на втором этаже. Блин, какая офигенная квартира. Здесь, по-моему, тоже что-то хотели поставить, но передумали, походу. Да, здесь strandle bed. Здесь какой-то gabon rocking chair. Это детская комната. Сюда тоже что-то идет. Queen bed. То есть, размер queen. Сюда кровать станет. Ладно. Чувствую, будет много чего сейчас собирать. Вот и беста. Так, немного уже разнесли наверх мебели. Ее, правда, кстати, будет действительно много. Всю квартиру, по сути, надо будет обставить с мебелью. Так, инструменты, инструменты. О, мы же еще это не выбросили. От этого надо будет все тоже избавиться. Еще с прошлого раза. Инструменты надо взять. Один рюкзак мне с инструментами, другой рюкзак Денису. И начнем работать. Обалдеть. Ребята, вы когда-нибудь видели вот таких вот гигантов? Это муравей-гигант. Вот он. Вот он и палец. А вот это муравей. Мне кажется, он эту коробку самостоятельно может поднять. Вот еще один муравей-гигант. Обалдеть, в этом гараже нельзя спать. Мы с Денисом разделились. Я пока буду на первом этаже работать. Он будет работать на втором этаже. И потом, кто раньше закончил, тот тому пойдет поможет. Но, судя по всему, что на первом этаже всего лишь два юнита, которые надо собрать. Скорее всего, я поднимусь наверх потом. Вот. Давайте я открою здесь немножко. Все-таки я хочу работать вот с таким вот видом шикарно на лес, на бассейн. И дышать свежим воздухом природы, а не загаженным городом. Офигеть! Как классно! Блин, вы только посмотрите на это. Жесть! А! Дрова, цветы, кусты, вода, трава, деревья. Вот это чудесное место, где можно жарить шашлычки и кушать. Ммм, как здесь классно, а! Я бы хотел здесь жить. Вот это классно! Вот это круто! Не то, что тогда вот, когда мы были на 48-м этаже, трехкомнатная квартирка там на 48-м этаже с видом на город. Это, конечно, тоже красиво, но это надоест. А вот это никогда в жизни не надоест. Между двумя вариантами жить на небоскребе на Манхэттене либо здесь, ну, очевидно, вы уже знаете, что бы я выбрал. И я думаю, большинство из вас тоже бы выбрали вот такое место. Ладно, хватит, ты, ты размечтался, давай собирай мебель. Так, по вону кто-то стучался. Эй, как ты? Привет! Не понимаю по-русски. Понимаю. Нет, не понимаю по-русски. Я не говорю русски. О, окей. Ты не говорю русски, я слышу. Как ты? О, реально? Да. Хорошо, как ты? Хорошо, хорошо, как я могу помочь? Что случилось с Wi-Fi? Я не живу здесь. О, я не знаю. Ты знаешь, где есть модем, в любом случае? Нет. Я только приехал несколько минут, ну, я имею в виду, несколько минут. О, окей, окей, нет проблем. Вы понимаете, если я просто пришел? Да, конечно. Так, время у нас уже без двадцати три часа дня. Приехали с Денисом поесть пиццерию. Спринг-пицца. Посмотрим, что есть будет. Это твое, скорее всего. Какой листик? У тебя да еще только. Вот оно. Пилочек-то, бля. Неплохо, да, выглядит? Ну, да. Правда, маловато выглядит. У меня, что ли? Не, у меня. У тебя хорошо. Да, маленько, да. У тебя прям на гриле, у тебя там хорошо. Выглядит, смотри, как вообще круто. Блин, чикен. Чуще, да? Вот это да, бля. Конечно, так мало, реально. Поклевать тебе. Снимай. А что там? Вот то, что я заказал. Пита, тесто такое, какой-то соус, нам помидоры, лук и говядина вот такая вот. Выглядит аппетитно, но мало, мало. И соус еще вот. У Дениса, конечно, помощнее, в два раза больше. А деньги те же? Да, а стоят у нас одинаково по 10 долларов это все дело. Поели мы. Сейчас будем продолжать собирать мебель. Сразу после тихого часа. А, блин. Такой класс там. Водичка, струица, пузырики идут, дуновение ветра, лес. Офигенно. Итак, ребят, время уже 9.17. В общем, всю мебель собрали, все, что надо было. Тут, вот, видите, все это собрали. Кровать, матрас есть, стол, комод. Так, в этой комнате. Так, здесь у нас кровать собрана. Еще один комод с ящиками. Вот такая вот штука. Блин, как это обозвать? Короче, вот это собрали, вот это собрали. Кровать, которая там, выдвижная, по сути, она должна сюда пойти. Ну, мы уже там оставили, потому что время позднее. Мы просто здесь жутко задержались. Очень много было, что собирать. Вот, то есть, 3 комнаты. Полностью оборудовали мебелью. И одна комната внизу. И вот эта комната. От этого стола, в общем, не хватает одной части. Хозяин вроде бы уже знает. И вот, еще вот это собрали. А, кстати, не хватает петличек. Петлички должны быть специальные такие петли. Мы не можем открывать, закрывать, потому что не хватает петель. В общем, двери не поставили. Все, гараж закрыли. Свет потухнет на автомате, когда мы уедем. Ну что, ребят, время уже половина первого ночи. Вот, я приехал домой. Приехал я на рабочей машине, потому что какой-то гаденыш стал за моей машиной. И, в общем, если я бы даже выехал... Свет, включись. Даже если я бы выехал, я бы не смог припарковать рабочую машину. Она длиннее. Вот, поэтому я решил свою машину не трогать. Приехал на рабочей. И все. За сегодня я заработал 270 долларов. Такой длинный день получился. 270 долларов. А, кстати, да, из неприятных новостей сегодня. Коп нам все-таки выписал штраф. Не знаю, в каком размере. Это... Нужно будет его в любом случае оплатить. Свет. Но, поскольку штраф выписан по причине того, что нету регистрации у машины, соответственно, и страховки тоже, этот штраф ложится не на меня, а на Дениса. Но, к сожалению, выписан он на меня, потому что я водитель, и я дал свои права. Я сидел за рулем. Но Денис сказал, что оплатит этот штраф, когда я скажу, какая сумма там будет. Доброе утро, мир. Сегодня 11 июня, четверг. Мы с Денисом начинаем рабочий день из Нью-Йорка. Ебат, вы не дураквезли, да уж? Ну, какая-то кашля, что ли? Да уж. Мы, собственно, приехали в квартиру китайца очередную. Но здесь у нас задача только разобрать, где этот диван и куда-то его отвезти. И все. Квартиру далее мы не трогаем. В этой квартире у китайца две комнаты. Вот тут у нас первая. Раз. И вот эта комната. Здесь видно, что живут люди. То есть в этой квартире сейчас арендуют комнаты люди. Но при этом видим, что другая комната пустая. Как же сейчас китайцам легко? Какие же у него сейчас расходы? Ну, вопрос вообще, это все окупается. То, что он занимается этим, Airbnb. Наверное, нет. При этом, чтобы вы понимали. О, в этом доме четыре квартиры. Первая, вторая. И там еще на втором этаже две квартиры. Весь дом он рентанул. Были в этой квартире, теперь зашли в другую квартиру. Тоже надо поменять диван. Ему надо разобрать и забрать. И наконец-то кисто попали, потому что до этого у нас сумасшедшая какая-то местная жительница данного помещения не пускала. Да, вот здесь тоже люди живут. Два старых дивана, которые мы забрали, они уйдут на свалку. А вот здесь вот два дивана мы должны будем взять и привезти туда обратно в те две квартиры. Мы по дороге уже один выбросили диван. Вот еще один остался. А вот и второй диван с другого склада. Время половине четвертого. Первая прямая пища за сегодня. Вот такой вот бурритон на тарелке и лаваш. Как всегда, 8 долларов. О, обалдеть, просто самые громоздкие порции за все время это были. Тяжелющая тарелка была. Ладно, о, блин, как теперь подниматься. Да, после еды нелегко, нелегко. Ну, после плотной еды такой вот. Так, все, здесь бежевый диван поменяли на черный в этой квартире. И в этой квартире тоже поменяли диван на черный. Все, валим отсюда. А это тот самый дом, который уже, наверное, до боли всем знаком. Мы сюда приехали очередной раз собрать мебель. Так, иногда я не совсем понимаю, зачем мы делаем те или иные действия, но сюда, в общем, мы приехали, чтобы снять вот эту штуку. Вот эту полку, которая висела там на стене над кроватью. Вот. Ну и, в принципе, все. А, вон, Денис пошел с этой доской куда-то вот в квартиру, будет ее устанавливать. Приехали на Манхэттен, сейчас будем забираться к клиенту домой и делать сборку мебели. Четыре лифта, пожалуйста, в одном коридоре. Это грузовой. Это собрали. Стол собрали. Стулья собрали. Винный погреб собрали. Так, время у нас 8 часов вечера. Собирали мы мебель в общей сложности где-то 2,5 часа. И нам китаянка дала 30 долларов чаевых. Ну, мне дала 30, а Денису дала 40 лет. Вот. Ну, Денис как старший, более профессиональный человек. Ну, круто, что, за 2,5 часа. Чаевые. Прикольно. Приятно. Время у нас уже чуть больше 9 вечера. Я закончил. Наконец, еду домой. Сегодня заработал 225 долларов по часам плюс 30 долларов чаевых. 255 долларов, что достаточно неплохо. Нормально хороший день. Вот. Ну, как обычно. Доброе утро, мир. Мы уже с Денисом приехали в Джерси Сити в очередную квартиру китайца. Поэтому я много снимать не буду. Чисто по-быстрому просто покажу основные моменты и дымимся с вами дальше. Вот. Мы с вами зашли в квартиру. Тут у нас зал такой просторный. Вот это мне вообще очень нравится. Как будто прям какой-то бар здесь. Вот эти лампы. Островки такие вообще офигенно смотрятся. О, да это островок еще и с плитой. Офигенно. Чуланчик такой небольшой. Так, идемте с вами далее сюда. Что у нас здесь? Шкаф, коридор, туалет, ванна, стиральные машинки, сушилки. Это, в принципе, весь первый этаж. Давайте с вами пройдемся наверх. Шух, 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 шух. Все, вот мы с вами резко поднялись наверх. У нас комната номер один. А, здесь что у нас? А, нифига себе. Это типа шкаф. Комната номер два. Вот она, пожалуйста, без окон. Шух. Комната номер три. Такая вот тоже интересная. Ай, блин. Ах, нам было давил сапкосяк кровати. И комната номер четыре. Такая коморочка небольшая. А здесь у нас душ, туалет, раковина. Большая квартира, двухэтажная, огромный зал, огромная кухня на первом этаже. На втором этаже четыре полноценные комнаты. Огромное количество кроватей. И нам предстоит сейчас это все разбирать и отвозить на склад. Просто сейчас сделаем всю работу. С вами уже увидимся, наверное, в обед за едой. Но в моем случае это, конечно же, завтрак. Так, как всегда, буррито в тарелке. Только на этот раз вместо курицы я какое-то там другое мясо взял. Каринтос называется. Каринтос. Каринтос. Я не знаю, что это такое. Короче, тут у меня каринтос. Вот это вот каринтос. Это свинина? А. Вкусно у нас. От того, что здесь вместо курицы каринтос стоит на доллар дороже. Уже второй рейс. Первый на складе. Давно. Квартиру очистили, контейнер забили. И все. Освободили квартиру. Три раза туда приезжали, чтобы сделать, соответственно, три рейса. Ах, какая глупая мысль только что прозвучала с моих уст. Остались в кровати, но эти кровати ко мне домой. В смысле, в гараж. Итак, друзья, я приехал домой. Зашел за камерой, которая просто может показать всем Кускину мать, даже в такой кромешной темноте, как сейчас. Опа, свет направил, и все видно. Всем привет! Салют! Салют! Ладно, давай кровати будем заносить. Ой, эти картины тоже классные. Нет, это... Ты хочешь? Сейчас пока я дай камеру врублю. У меня тут две кровати queen size, такого коричневого цвета. А эту картину мы отвезем завтра. Мы просто ее в квартире, оказывается, забыли. Ребята, а вы заметили, что у нас тут стало как-то больше места? И матрасов меньше стало там, и кровати стало меньше. А все почему? Потому что пока я работаю, Оля эти кровати продает. Выставляет на сайтах типа Авито, это Крайглист, потом есть приложение Let Go и OfferUp. Но OfferUp мы еще пока не выставляли. У нас, в принципе, через Let Go и через Крайглист все уходит. В основном через Let Go, через Крайглист еще ничего не ушло. А, да? Let Go лучше, да, получается? Да, каждый день мне целую кучу пишут. Нам надо еще OfferUp выставлять. Короче, хорошо уходят кровати, матрасы, так себе. По-моему, только два матраса, да, ушли? И то они не отдельно, а ушли вместе с кроватями. С кроватями, да. А кровати ушли четыре штуки уже. И на продажах этих кроватей и матрасов мы сделали, блин, давайте вместе посчитаем. Первый клиент заплатил 70, потом 90 получили, потом 120, и четвертый клиент дал 150 долларов, да? Так же было? Да. Ну вот, кому интересно, можете просуммировать и посчитать, сколько мы уже просто вот так вот наварили. При том, что мы это не покупали, просто привожу... 430. 430? Да. Как ты быстро считаешь? Как-то медленно, если честно. Вот, да, мы продаем это все дело потихонечку, навариваемся на этом. Потому что хостел в такое время вообще не вариант. Вообще неизвестно, когда все это будет в нормальном русле, когда Нью-Йорк снова будет таким, как прежде. Да. Поэтому... Да, непонятное состояние мира, поэтому хостел пока откладывается. И вообще, будь ли он, большой вопрос. Наверное, будет что-то другое, более интересное. А вот тут у нас припаркован Олькин конь. Вот такой вот беленький BMW. И пошли стихи. Я пока ищу себе. Я... Ну, времени особо не было, но ищу. Время от времени в интернет захожу, тоже смотрю себе варианты. Надо тоже приобретать велосипед. Пойдем разгружать в кровать уже. Пошли разгружать в кровать. Теперь у меня плюс 2 кровати в гараж. Кто-то считает машины, там плюс 1 машина в гараж, плюс там еще 1 машина в гараж. А я кровать считаю. Ну, надеюсь, когда-то тоже буду тачки считать. Спорткары в гараж. Так, время у нас уже 10 часов 10 минут. Я думаю, пора уже заканчивать. Пойти все-таки принять второй прием пищи за сегодня. Кстати, работал я сегодня до 9 вечера и заработал 225 долларов за сегодня, плюс 2 кровати, которые, я думаю, идут по 100 долларов. Вот. Будет 200 баксов на вар сверху. По-моему, хорошо. Ладно, спасибо большое, что посмотрели этот день. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. А, лампочку надо забрать. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.